Севастополь и Крым Фашисты каждый день обрушивали на город тысячи бомб и снарядов и в декабре начали второй штурм. Но отчаянный керченский десант вынудил их оттянуть часть войск от Севастополя и город снова выстоял. Осада продолжалась, силы защитников таяли, кончались боеприпасы. В конце мая начался третий штурм Севастополя. Лишь через месяц советские войска оставили город. Оставили, чтобы через два года вернуться и выбить фашистов из Крыма. 250 дней продолжалась героическая оборона Севастополя. Более 150 тысяч советских воинов погибли, защищая этот славный город. Подвиг их будет жить в веках. Я небо Севастополя. Голубое, безоблачное, южное небо. Я оставалась таким до раннего утра 22 июня 41 года, когда черные крылья войны, закрыв солнце над Севастополем, принесли смерть и разрушение. Фашистские самолеты сбрасывали новейшие морские мины, стараясь закупорить корабли в бухте, чтобы затем уничтожить их. В ежедневных донесениях о результатах фашистских бомбардировок наряду с графами убита и ранена присутствовала еще одна. Сошло с ума! Помимо бомб самолетов немцы бросали обычные рельсы. Падая с огромной высоты, рельсы сдавали столь жуткий режущий душу звук, что у многих просто не выдерживала психика. Кроме рельс в виде развлечения, немцы сбрасывали на наши позиции целые мешки гвоздей, которые пронзали людей насквозь. 19 июля 41 года в небе Севастополя состоялся первый над Черным морем воздушный таран. Одним из стражей севастопольского неба был Красноярис, герой Советского Союза Харламов Василий Максимович, командир эскадрильи морской авиации. Его бомбардировщик наносил удары по объектам противника на суше и на море. Я — земля райских садов и цветущих виноградников. Многострадальная земля Севастополя, обильно политая кровью своих защитников. 30 октября 41 года фашисты подошли к стенам города. В приказе генерала Эриха фон Манштейна говорилось коротко. Севастополь — крепость слабая, взять маршем, коротким ударом. Однако Севастополь не сдавался до начала июля 42-го года. Благодаря созданию в конце 19-го века мощной системы подземных сооружений, подземлю спускались заводы, госпитали, склады, казармы, даже школы, детские сады и кинотеатры. В штольнях был оборудован в спецкомбинат номер один, выпускавший минометы, мины, гранаты, противотанковые ежи. В штольнях Инкермана работал в спецкомбинат номер два. Там женщины щирили бойцов теплой одежды и обувь. Первый удар врага обвиняли на себя военные моряки, батальоны морской пехоты и пополнивших ряды жителей города. Среди защитников был рот Дмитрия Дмитриевича Мартынова, оборонявший дорогу, ведущий на Бахчисарай. За эту операцию он был представлен к ордену Красного Знамени, а в 45-м он достоин звания Героя Советского Союза. После войны жил и работал в Красноярске. Его именем названо «Адайзулец» нашего города. Я огонь, беспощадный и всепоглощающий, вырывающийся из стволов орудий и несущий смерть всему живому. На огневой экспозиции под Севастополем немцы использовали сверхмощную 600-миллиметровую мортиру «Карл». Длина каждого снаряда была 2,5 метра. И стационарную гаубицу «Торра». Советские бойцы называли ее «Дурой». Самое большое орудие Второй мировой войны. Влафет этого чуда артиллерийской техники достигал высоты трехэтажного дома. Ствол имел длину около 30 метров, а почти семитонный снаряд был виден в полете простым глазом. Обслуживало орудие полторы тысячи солдат и офицеров во главе с генералом. Основой мощи обороны Севастополя стали 30-е и 35-е батареи. 30-ю артиллерийскую батарею до войны строил весь Советский Союз. По масштабам бетонных работ ее объем значительно превзошел Днепрогресс. В октябре 1941-го огромные башни батарей начали точными залпами громить вражеские колонны, находящиеся за 40-50 километров от линии фронта. Потери немцев никто не мог точно подсчитать. Это было главное артиллерийское противостояние Великой Отечественной войны. Трагический перелом произошел 17 июня 1942 года, когда была окружена 30-я батарея. Ворваться вовнутрь немцы не смогли. Тогда они начали лить в вентиляционные шахты горящий бензин, пустили газы. От этого спасения уже не было. В подземных помещениях погибло более 700 защитников батареи. 1 июля 1942 года 35-я батарея выпустила последние 6 снарядов прямой наводкой по наступающей пехоте противника. И в ночь на 2 июля командир батареи капитан Лещенко организовал ее подрыв. Город пылал. Горело все, что могло гореть. Тушить пожары было нечем, да и некому. Обескровленный Севастополь держался из последних сил. Я море, южное, теплое, ласковое, черное море, свидетель великого подвига русских моряков. В осажденный Севастополь путь был только морем. Подкрепление оружия, питание, боеприпасы, эвакуация раненых осуществлялись Черноморским флотом. В конце июня 1942 года массированные наступательные действия немецкой авиации заставили советские корабли отойти, в результате чего крепость осталась изолированной. Город был обречен. Защитники морской крепости испытывали острую нехватку боеприпасов и продовольствия, фактически брошенные на произвол судьбы командованием, израненные, измученные голодом и жаждой. Они оказывали врагу отчаянное сопротивление. Немецкие истребители заходили с моря и в упор расстреливали скопления беззащитных людей. Прибрежная вода была полна тел солдат и матросов. Положение было отчаянное. Даже враги были поражены героизмом и мужеством защитников легендарного Севастополя. Эрих фон Манштейн сказал, «Я склоняюсь седую голову перед мужеством русского солдата и матроса». Потери наших войск более 157 тысяч человек. Фашистская армия потеряла в два раза больше. За время оккупации города фашисты расстреляли, сожгли, утопили в море, насильно угнали в Германию десятки тысяч севастопольцев. В декабре 1942 года участники обороны были награждены медалью за оборону Севастополя. 8 мая 1965 года указом Президиума Верховного Совета СССР Севастополю присвоено почетное звание города-героя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Валерий Леонидов Ты лети, любимый ветер, Ветер над морями, над землей Расскажи ты всем на свете Про любимый город мой Всем на свете ты поведай Как на крымских берегах Воевали наши деды И прославили вояк Легендарный Севастополь Неприступный для врагов Севастополь, Севастополь Гордость русских моряков Легендарный Севастополь Неприступный для врагов Севастополь, Севастополь Гордость русских моряков Здесь с тобой святой и правдой Шли за Родину свою И твою былую славу Мы умножили в бою Знает вся страна родная Что не древних кораблей И надежно охраняем Перед городной землей Ленинарный Севастополь Непреступный для врагов Севастополь, Севастополь Гордость русских моряков Ленинарный Севастополь Непреступный для врагов Севастополь, Севастополь Гордость русских моряков Ленинарный Севастополь Непреступный для врагов Севастополь, Севастополь Гордость русских моряков Гордость русских моряков Ленинарный Севастополь